25 лет. Четверть века. Срок, за который в Беларуси выросло целое поколение. Поколение, никогда не знавшее страны без Лукашенко и не видевшее настоящей свободы. За все выборы я ни разу его не выбрал. Он не мой президент. Как шанс на нормальное развитие превратился в два с половиной десятилетия топтания на одном месте. Никакой я ни ум, ни честь, ни совесть. Кто пытался сделать из людей стадо и что больше всего скрывает госпропаганда. Это клевета. Как убивали правду и за правду в стране лжи. Конечно, это страшно. Все, что вы уже знали и то, о чем еще не догадывались. Это запугивание. Шокирующие факты из истории Беларуси и разрушение устоявшихся мифов. При нищем народе. По фактам. Прямо сейчас на канале Нехта. 91 год. Пустые полки в магазинах, многомесячные задержки зарплаты и политическая неопределенность. В стенах Минского дома правительства решается судьба Беларуси. Идет голосование за ее независимость. В списке депутатов значится и будущий гарант независимости и защитник суверенитета. Никому не известный Лукашенко Александр Григорьевич. Родный депутат Лукашенко. Вот только был ли он тогда на работе? Голосовал ли из-за рождения новой страны? Но я единственный в нашем парламенте голосовал против Беловерских соглашений. Это во многом содействовало избранию меня на пост президента. То есть, по сути, Лукашенко никогда не выступал за независимую Беларусь. И врал. Ведь единственным депутатом, проголосовавшим против развала Совка, был не он. А на решающем голосовании по суверенитету его и вовсе не было. В итоговых документах напротив фамилии Лукашенко пометка «Отсутничая». Хотя точно известно, что он в эти дни был в Минске. Просто не рискнул. Побоялся. К черту бояться сильных или бизить перед ними он пронесет с собой через все последующие годы. Но тогда скромный депутат не верил, что даже самая большая страна в мире может вот так вот в одночасье развалиться. А на карте мира появится 15 независимых государств. Здравствуйте, в эфире Вести. СССР больше нет. Есть содружество 11 независимых государств. Вмешаю вас, жакары белорусской советской социалистической университеты. Тогда и измученный совком народ вздохнул немного свободнее. Но сами совки никуда не делись. Они жаждали реванша, а некоторые из них продолжали заседать в парламенте. И, конечно же, искали пути наверх. Но в холеный калашный ряд со шкловским свиным рылом почему-то упорно не брали. Интеллигентная оппозиция БНФ от малограмотного серого и скучного колхозника шарахалась. А другие депутаты просто не замечали. Оставался только свой путь. И он рискнул. Возможно, в первый и последний раз в своей жизни. Чем это закончилось, все мы прекрасно знаем. Но откуда же он вообще взялся? Я же вырос среди животных и растений. О семье Лукашенко известно крайне мало. У Лукашенко родственников нет. Одна мать. А вот своего отца он скрывает тщательнее, чем сказочный Кощей, собственную смерть. О нем он обмолвился лишь однажды в России на встрече с ветеранами, заявив, что тот якобы погиб на войне. Однако родился будущий главарь государства в 1954 году, когда никаких войн здесь уже почти как 10 лет не было. Еще в 90-х независимые журналисты наведались на родину Лукашенко, в деревню Александрия. Там односельчане немного приоткрыли завесу тайны о том, кто же, собственно, автор этого чуда природы. Версий услышали всего две. Согласно первой, в поселке Копысь у матери Лукашенко был короткий, но бурный роман с кузнецом Григорием, который подковывал лошадей. А узнав о нежелательном потомстве и перспективе алиментов, бесследно ушел в закат даже без табора. Они разошлись друг с другом, когда мне было два года. Согласно второй версии, Гришка был одноглазым и официально женатым бухгалтером, который работал вместе с Екатериной Трофимовной на Оржанском льнокомбинате. Платить алименты этот товарищ также не пожелал, а потому молодой матери с новорожденным Сашей в Подоле пришлось подальше от позора перебираться в отцовскую хату. Потому, собственно, и детство будущего президента проходило в таких условиях, которые однажды он сам охарактеризует нехитрой фразой. Я вышел из того же дерьма, который я видел на прошлой неделе. Лукашенко был ребенком непростым и по чужим садам лазил, и кошек мучил, и дрова из полениц соседей разбрасывал, за что и попал на учет в детскую комнату милиции. Я таким сорванцом был в школе. Хватало у Сашки Курощупа, так называли Лукашенко в родном селе, за необычное увлечение и странности. Вот так, к примеру, выглядит тайна его сиплого голоса. Я приезжал сюда, съедал 10-12 порций мороженого, знаете, квадратики, не квадратики, прямоугольнички. Вот я съедал 10 или 12 порций сразу и ехал домой. Увы, мелкие неприятности и странности никак не помешали юному Лукашенко в его упорном и старательном движении наверх. Средненько окончив сельскую школу в 71-м, он поступил на исторический факультет Могилевского пединститута. Вы знаете, я историк. Правда, то, как он изучал там историю, белорусы прекрасно знают. С Карина был не только белорус, он жил и в Питере, и творил там. Хотя сам город был основан только через 150 лет после смерти Скарины. Казалось бы, после такого фейла про Питер лучше вообще ничего не говорить. Но нет, новое откровение. Ленинградцы, оказывается, находились когда-то под оккупацией. Мы больше, чем кто-либо вместе с ленинградцами находились под оккупацией. А известный прозаик Василь Быков, конечно же, писал об этой оккупации великолепные стихи. Василь Быков. Действительно, я на его стихах произведениях учился. Я ему ничего плохого не сделал. Он пишет прозу, Александр Григорьевич. Но он в оппозиции президента. Он пишет прозу. Да, и стихи тоже. Он прозу. Не стихи написал. Ну, неважно. Ну, вы мне расскажите о Василе Быкова, который в школе учил и неплохо учил. Скудно образованный будущий политик предпочел делать карьеру по комсомольской линии. Отчего настрадались все. И другие студенты, и их преподаватели, и даже обслуживающий персонал общежития и студенческой столовой. Ведь именно тогда член странной организации под названием «Комсомольский прожектор» начал проверять поваров и лично взвешивать каждый кусочек мяса, а затем часами отчитывать их за недовес. Ну, это норма, вот это не значит, да? Кое-как отслужив в армии, неугомонный номенклатурщик вернулся в родной Шкловский район к жене Галине и маленькому сыну Вите, где продолжил искать пути наверх. Секретарь комитета комсомола горпища Торга, скромный инструктор райисполкома, ответственный секретарь общества знания, Лукашенко, мечтающего о реальной власти, это никак не устраивало. И он попробовал вернуться в армию. Прослужить в должности заместителя командира части по политической работе Лукашенко смог лишь два года. Сначала солдаты, к которым принципиальный политрук цеплялся по любому поводу, а затем и офицеры стали замечать, что со Шкловским любителем мороженого не все в порядке. Если официально Лукашенко был уволен в запас по состоянию здоровья, а если разгласить медицинскую тайну, то на свет выплывает неприятный диагноз – мозаичная психопатия. Именно он скрывается за статьей 7b, принятого в СССР, армейского расписания болезней. Структура личности предрасполагает к бесконечно долгому удержанию власти, несмотря на любые жертвы, которые для этого придется принести. Райком партии тут же нашел дембелю по неволе непыльное местечко – должность зампреда колхоза «Ударник». Но и там неуживчивый бывший политрук тоже долго не задержался, отправившись в тюремные вертухаи, шкловскую исправительную колонию номер 17. Это мой друг был. Я работал в райком партии, потом на зоне работал. Этого факта Лукашенко стесняется в своей биографии больше всего. Там должность официально называется заместитель директора комбината стройматериалов. А о том, что сам комбинат и по сей день является тюремной промзоной на территории колонии, предпочитает не вспоминать. Ты знаешь, что я был надсмотрщиком, а не пограничником, или 339-м полку здесь в Уручье офицерам службу не проходил. А надсмотрщиком был. Это клевета. Однако даже с зэками любитель стучать и цепляться по мелочам не смог ужиться. Когда он в очередной раз побежал жаловаться в райком партии, ему, наконец, предложили работу именно политического профиля – партийным организатором в колхозе имени Ленина Шкловского района. Эта должность открыла перед Лукашенко невиданные перспективы в виде совместных пьянок и посещений бани с районным партийным руководством. Страхнуться, чтобы тело загудело. Во время одного из таких мероприятий за рюмочкой беленькой и было принято решение отдать выскочке освободившуюся должность руководителя полумертвого совхоза «Городец». Правда, реальность руководства хозяйством оказалась далека от той, которую новоиспеченный директор рисовал себе в розовых мечтах. Денег нет, коровы мрут. Ну чё, больные? Ты же свенцем! Техника ржавеет, а крестьяне пьянствуют, положив последний украденный с машинного двора ржавый болт и на политику партии, и на Лукашенко лично. Заинтересовать и мотивировать людей он не мог, поэтому начал просто бить. Собственно, ручно отверну голову. Избивал директор совхоза многих подчиненных. Но однажды дошло и до откровенной уголовщины. Увидев местного тракториста Бондуркова в нетрезвом состоянии, Лукашенко сначала ударил его кулаком в лицо, а после того, как тот упал, жесточайший со всей силы пнул его и по ноге. Да так, что захрустели кости. Перелом скрыть уже было невозможно, и механизатор написал заявление в милицию. Вскоре появился еще один потерпевший, который рассказал следователям, что Лукашенко избивал и его. Итогом такого воспитания стало возбуждение уголовного дела. И перед аграрным гением замаячила серьезная перспектива отправиться туда, где он недавно нес службу в роли вертухая. Правда, теперь уже совсем в другом качестве. Отвертеться от зоны Лукашенко мог только одним способом. Получив неприкосновенность. Уже находясь под следствием, он выдвинул свою кандидатуру в Верховный Совет. А местным журналистам заявил, что никого не избивал. Мол, это все подстава. Как ни странно, его зарегистрировали и избрали путем честного голосования. Уголовное дело пришлось прекратить с формулировкой, что подозреваемый уже является избранным депутатом Верховного Совета БССР, без согласия которого привлечь его к ответственности не представляется возможным. А прокуратура уже, ну так, извините, нос по ветру держала. И они просто вели это дело формально до тех пор, пока оно как-то утомает, степенно не угасло. Так он нашел ответственность за фурганские действия. Сама Беларусь в это время, несмотря на внутренние разногласия и проблемы, получает признание на международной арене. Начинается обмен послами с цивилизованными странами, а вскоре в Минск прилетает с первым в истории визитом президент США Билл Клинтон. Президент Соединенных Штатов Америки принимает республика, которая первой в СНГ провозгласила безъятерный статус и нейтралитет. Появляются в Беларуси и первые ростки частного бизнеса. Страна начинает потихонечку выходить из нищеты и развиваться. Сам же Лукашенко на заре независимости упорно ищет себя. Он так и остался бы политическим неудачником, обладающим лишь двумя умениями – кричать и обвинять. И не надо здесь замазывать эти проблемы. Каждый за свое должен ответить. Но поскольку тогда сессии парламента транслировались в прямом эфире, сиплые вопли Шкловского избранника о проворовавшихся министрах и их дачах на Канарских островах слышала вся страна. Доказательств он, правда, так ни разу и не привел, но нищим любителям простых решений в заводских цехах и на колхозных фермах такой поиск виноватых в их бедах очевидно нравился. Он должен быть с нами, и мы с ним, и победа наша, наша Лукашенко будет. Поняв, что дело уже почти в шляпе, к Лукашенко примкнула и группа поддержки, которая надеялась во главе с бывшим директором совхоза войти во власть и приступить к дележке советского наследства. Оставалось дело за малым. Пустые предвыборные обещания. Хватит нашему уже народу мучиться. Обвинения в экономических проблемах всех и вся. Это правда. Кебеш просто неправду сказал. И, наконец, черный пиар. Покушение под Лиозно, которое позже экспертиза посчитала нелепой имитацией. Покушение на народного депутата Республики Беларусь, кандидата в президенты Александра Лукашенко, не было. Но народу уже было все равно. А исход второго тура выборов был заведомо ясен. Победил тот, кто голосовал за себя. Я за кого буду голосовать? Я уже, по-моему, давно сказал. За себя. Как это вы только не знаете? Только за себя. Это были первые президентские выборы в истории Беларуси. И последние честные. Уже 20 июля Лукашенко впервые принес присягу в овальном зале парламента. Под государственным белокрасно-белым флагом, который менее чем через год он запретит, положив руку на Конституцию, которую вскоре изменит до неузнаваемости. И на белорусском языке, который быстро лишится статуса единственного государственного. В любом нормальном цивилизованном государстве существует система сдержек и противовесов. Даже президент США не может сгоряча объявить войну другой стране без разрешения Конгресса. А любой указ президента Франции может отменить Конституционный совет. Белорусскую Конституцию 1994 года тоже писали профессионалы, которые ориентировались на мировой опыт. И даже случайное избрание президентом полуграмотного колхозного крикуна не должно было привести страну к катастрофе. Неадекватные действия должны были блокироваться парламентом и Конституционным судом. Проблема оказалась лишь в том, что крикун начал перекраивать законы и реальность под себя, под видом воли народа, с помощью референдумов. Референдум — это определение главного. В первую очередь, бывший директор совхоза с непонятными корнями начал избавляться от всего белорусского — языка, флага и герба. Но почему мы должны иметь такой же герб, как соседнее государство? Но неужели не можем иметь, мы, белорусы, не можем иметь свой герб и флаг? Еще два вопроса на первом референдуме касались права президента досрочно распускать Верховный Совет, которым Лукашенко позднее успешно воспользовался, и о взятии курса на интеграцию с Россией. Понимая, что далеко не каждый поддержит его предложение, Лукашенко уже тогда начинает действовать грубо. Первыми под раздачу попадают независимые СМИ. Администрация президента нагло требует снимать неугодные материалы, и в итоге газеты начинают выходить с белыми полосами. В Белоруссии введена политическая цензура. Затем досталось и депутатам парламента, которые всячески пытались прекратить становление диктатуры в стране. Те из них, которые объявили голодовку в знак протеста, были жестоко избиты и вышвырнуты на улицу под предлогом обнаруженной в здании бомбы. Некоторые зубинками тянули били, а некоторые тихо говорили, хлопцы ныне виноватые. Расправившись с бывшими коллегами, Лукашенко все же провел свой референдум. Говорят, победил бы на нем и так, но именно тогда он впервые не удержался от того, чтобы не дорисовать себе нужные результаты. При любом развитии подеи в будущем, не любый конституционный суд, який будет демократично сформированный, одразу в первый день отменять это решение этого референдума, он был призначен абсолютно незаконно. Верховный совет не имел права призначать неводного референдума в опошние шесть месяцев своего термину деяния. А уже спустя день после объявления результатов голосования, с флагштока дома правительства спустили и порезали на мелкие куски бело-красно-белый флаг. Взамен был водружен красно-зеленый закат над болотом, не имеющий никакого отношения ни к истории белорусской нации, ни к общепринятым законом Геральдики. Вскоре не осталось ни следа и от прежнего Верховного совета. Лукашенко создал себе карманный парламент. Оппозиционных кандидатов даже не зарегистрировали. Именно тогда многие поняли, в стране захватывается власть. Я обращаюсь к мировой общественности о том, что в республике начался захват власти неконституционным путем. Мировая общественность так и не помогла, но зато высказались белорусы на нескольких очень массовых акциях протеста. Дравой Лукаша! Дравой Лукаша! Я памятую своих дедов, какие захинули на этой земле, как Беларусь была окраиной, как популянацией. Живи, Беларусь! Живи, Беларусь! Поняв, что трон шатается, Лукашенко решил оформить себе уже по-настоящему царские полномочия. Разумеется, через еще один референдум. На нем было четыре вопроса. Перенос даты независимости на день с независимостью ничего общего не имеющий, сохранение смертной казни в стране, запрет на свободную куплю-продажу земли и основное – новая конституция, предоставляющая Лукашенко ничем не ограниченные полномочия и превращающая остальные ветви власти в декорации. Да. Но даже в карманном парламенте немногочисленные настоящие депутаты все еще пытались сопротивляться и даже инициировали импичмент Лукашенко. Но в итоге ничего не вышло. Единственной преградой на пути к полной узурпации власти оставался Центризбирком, которым руководил Виктор Гончар. Честный и независимый человек на этом посту был никак не нужен Лукашенко. Тогда он еще раз нарушил конституцию, уволив Гончара своим указом. Хотя по закону это мог делать только Верховный Совет. Известно ли вам об уголовной ответственности за воспрепятствование деятельности конституционных органов власти? Виктор Иосифович, а известно ли вам о сегодняшней публикации в Советской Беларуси? На место Виктора Гончара Лукашенко тут же назначил сговорчивую Лидию Ермошину, которая руководит ЦИКом до сих пор. Любые выборы являются шоком определенным для страны. Она парализовала любой контроль за честностью голосования. И ни одни белорусские выборы, начиная с 96-го года, не были признаны международной общественностью. Нам не надо там автоматизированная система фальсификации выборов. Не надо. Мы создадим государственную. Да, мы последние выборы фальсифицировали. Я уже западникам это говорил. Да, фальсифицировали. Я отдал команду, чтобы не 93% было, а было там где-то 80%, я не помню сколько. Второй референдум прошел 24 ноября 96-го года. Именно тогда формой государственного строя в Беларуси официально стало не описанное ни в каких учебниках политологии, абсолютная президентская монархия. Тогда люди шли на участки и очень удивлялись, что ни на одном из них нет лукашенковского проекта изменений в Конституцию. Его просто не напечатали. Сами мы оба проекта Конституции еще не видели. Хотя обещали, что он должен быть у нас уже на избирательных участках сегодня. Ознакомиться было не с чем, а поэтому основная масса избирателей даже не знала, за что именно голосовала. Я считаю, что абсурд творится в Беларуси. Голосуем за то, чего нет в природе. В итоге с помощью такого нехитрого способа вся власть в стране оказалась сосредоточена в руках одного персонажа. Персонажа с очень странными политическими ориентирами. Гитлер сформировал мощную Германию благодаря сильной президентской власти. Одержимого властью персонажа. Основной чертой такого типа является очень сильное стремление к достижению цели, но при этом они не выбирают средства. С 1996-го у Лукашенко начался период полной вседозволенности. Все ветви власти оказались подмяты под президентскую. МВД, КГБ, ЦИК, прокуратура, суды, парламент, СМИ. Что хочу, то и ворочу. И Лукашенко воротил, что хотел. Сажал бизнесменов и чиновников помельче, министров и неугодных руководителей предприятий. Я ничего не совершал противоправного. К 99-му он окончательно вошел во вкус. За решетку отправились уже бывшие соратники, экс-премьер Михаил Чигирь и бывшая глава Нацбанка Тамара Винникова, знавшая о финансовых махинациях Лукашенко слишком много. Именно с делом Винниковой косвенно связан первый эпизод, когда в Беларуси начали практиковаться политические убийства. Находясь под домашним арестом, Винникова умудрилась встретиться с бывшим вице-спикером Верховного Совета Геннадием Карпенко, считавшимся одним из основных конкурентов узурпатора на то время. Ему банкирша передала некую папку с документами, судя по всему, там был очень серьезный компромат на Лукашенко. Вскоре после этого Карпенко был приглашен какими-то малознакомыми, но очень серьезными людьми на чашечку кофе, от которой у совершенно здорового и жизнерадостного политика случился инсульт. Лечить главного оппозиционера страны не спешили, его целую неделю возили из больницы в больницу, отказывая в спасительной операции. В это время квартира Карпенко была вскрыта неизвестными, а та самая папка с документами пропала. Сам бывший вице-спикер вскоре скончался на больничной койке, по официальной версии от кровоизлияния в мозг. Позже власти решили не рисковать и не усложнять, понимая, что пуля в затылок надежнее, нет тела, нет дела. Поэтому тела убитых не нашли до сих пор. Первым, кто бесследно исчез, стал бывший член первого предвыборного штаба Лукашенко и экс-министр внутренних дел Юрий Захаренко. 7 мая 99-го возле его дома на улице Жуковского в Минске неизвестные люди силой затолкали его в автомобиль и увезли. Еще в 95-м Захаренко отказался исполнять заведомо незаконные приказы Лукашенко, за что был отправлен в отставку с должности главы МВД. Милиции, прежде всего, это оружие президента. В хорошем понимании этого слова. И в плохом. А через год в 96-м был даже понижен в звании из генерал-майора до полковника. Президент говорит, ты должен выполнить мой любой указ. Я ему говорю, Александр Григорьевич, людей расстреливать я не буду. Конституцию нарушать я не буду. Если ты не выполнишь мой любой указ, тебе наденут наручники. Это запугивание. Всего через 4 месяца следующим исчезнувшим оказался также бывший соратник, а впоследствии один из главных противников Лукашенко, незаконно отстраненный глава Центризбиркома Виктор Гончар. Вечером 16 сентября вместе со своим другом, бизнесменом и также оппозиционером Анатолием Красовским они вышли из бани. Больше их обоих никто не видел. А на месте похищения обнаружили кровь и осколки фары автомобиля. То, что здесь было насилие, видно по пятнам крови, которые находятся около стекла. Незадолго до этого Гончар планировал новую кампанию по отстранению Лукашенко от власти. В стране будет другой президент. Загадочные исчезновения людей вызвали не только бурное возмущение белорусского общества, но и пристальный интерес зарубежных СМИ. Политические убийства прекратились на время. Уже всего через год, 7 июля 2000-го, исчез еще один человек. Бывший личный оператор Лукашенко, а на то время оператора общественного российского телевидения Дмитрий Завадский. Он должен был встретить в национальном аэропорту своего коллегу Павла Шеремета, но тот обнаружил на стоянке лишь машину Завадского. Через два года это убийство повесили на двух бывших офицеров спецназа белорусского МВД. В качестве мотива была названа личная месть. Суд был закрытым и никаких подробностей общественность так и не узнала. Нет доказательств, поэтому сделали суд закрытый. А где находится тело Дмитрия, семья пропавшего не знает до сих пор. Юра, где твой папа? Я не знаю. К слову, сам Павел Шеремет, бывший коллега Дмитрия и основатель оппозиционного сайта «Белорусский партизан», был убит в Киеве в 2016-м. Его дело не расследовано до сих пор. Но даже в те страшные годы в силовых структурах Беларуси все еще оставались порядочные люди, проводившие честное расследование исчезновений и почти назвавшие истинных виновных. Осенью 2000-го тогдашний министр внутренних дел Владимир Наумов получил от начальника криминальной милиции рапорт под грифом «Совершенно секретно». В нем генерал рассказал целую детективную историю. Как оказалось, тогдашний секретарь Совбеза и правая рука Лукашенко Виктор Шейман дал задание предыдущему главе МВД допустить в СИЗО номер один командира СОБРа Дмитрия Павличенко с очень странной и деликатной миссией поприсутствовать на исполнении смертных приговоров и при последующем захоронении расстрелянных. Присутствовал при расстреле каждого, если не ошибаюсь, пяти человек. Через некоторое время начальнику СИЗО Олегу Алкаеву был дан приказ временно выдать Павличенко пистолет, которым производился расстрел. Рапорту криминальной милиции был дан ход. Уже на следующий день тогдашний председатель КГБ подписал постановление о задержании Дмитрия Павличенко. Однако на тюремных нарах тот не пробыл и суток. В кабинете главы КГБ раздался звонок от Александра Лукашенко. Он потребовал немедленно освободить своего верного бойца. Готовый выполнить любой приказ президента. И причем безо всякого разбирательства. А затем последовали громкие отставки. Лукашенко снял с должности председателя КГБ и его первого заместителя, генерального прокурора и его заместителя. Должность генпрокурора занял тот самый Виктор Шейман. А Дмитрий Павличенко за верную службу получил повышение. Вскоре он возглавил всю воинскую часть номер 32-14. А сам Лукашенко, который сначала все отрицал, однажды проговорился. Вы думаете, что мы его скрали и кудысти звезли? Нет. Таких подарунков не будет больше. То есть выходит, что раньше были. И не только такие. А как оказалось, примерно в это же время он лично отдавал приказы на физическую ликвидацию членов банд, грабивших водителей на дорогах страны. Или мне принимать жестокие меры, как в первые годы своей жизни президентской, когда убивали людей на трассе Москва-Берлин. Когда я посылал горстку надежных людей с автоматами, которые перестреливали там половину и навели порядок в течение месяца. А если по его принципам можно убивать без суда и следствия одних, значит можно и других. Но зачем для политических убийств эскадрону смерти понадобилось брать на прокат в сезон номер один тот самый расстрельный пистолет. А командиру Дмитрию Павличенко лично изучать процедуру проведения смертной казни. Ответ на этот вопрос позднее дал один из бывших военнослужащих СОБРа. Он рассказал, что командир давал им установку не на убийство, а именно на казнь врагов президента. А казнь, мол, положено проводить по всем правилам. Подавалось как выполнение спецоперации, то есть выполнение действия во благо президента, во благо своей страны. Вот вроде бы вам специальное оружие, это не убийство, это приговор. Возможно, может, и был приговор какой-то липовый, фальшивый, так сказать, для маленького оправдания поступков. Подарков оппозиции, о которых говорил Лукашенко, и в самом деле больше не было. Все последующие смерти белорусские спецслужбы старательно маскировали под самоубийство или криминальные инциденты на бытовой почве, как это произошло, например, с независимыми журналистами Олегом Бибениным и Вероникой Черкасовой. Расправлялись с оппонентами самым жестоким образом в тюрьмах. Очень многие потеряли после длительных тюремных сроков здоровье. Многие умерли после тюрем. Можно говорить о том, что Лукашенко удерживает сегодня власть только силовым путем. Понимаете, у меня в жилах кровь начинает кипеть. Я, кажется, если бы министры, вот если Мальцевы были рядом, я бы их точно пристрелил, собственно, нарушенно. Я знаю его хобби. Это его хобби – ходить у подвала в Володарке, там, сидя, и глядеть, как расстреливают злочинцев. Он пропоновал это товарищу Шарецкому. Ну, Семен Георгиевич, интересно, давайте. Семен Георгиевич, да вы что? Я не... А напрасно, знаете. Знаете, они все трепухаются. Можете это в средства массовой информации не давать. Как Лукашенко пытался продать Беларусь и где взял деньги на 18 резиденций? Если я буду воровать, воруйте и вы. Что такое бизнес по-белорусски? Он находится в СИЗО. Как функционирует крепостной театр одного зрителя и что ждет Лукашенко в финальной сцене? Усе на площадь незалежности, долой москалей, долой Лукашенко. Смотрите прямо сейчас. Сегодня Лукашенко позиционирует себя как единственного гаранта и защитника независимости страны. Независимость и суверенитет для меня, как президента, это святое. Это икона. А ведь каких-то 20 лет назад все было наоборот. Даже с трибуны он заявлял, что на коленях готов ползти в Россию и настаивал на максимальной интеграции, вплоть до создания единого государства с общим президентом. Я народу на выборах обещал одно – полная интеграция с братским российским государством, интеграция народа. В конце 90-х Лукашенко был частым гостем в Кремле. 2 апреля 1997-го они подписали с Борисом Ельциным договор о Союзе Белоруссии и России, после чего колхозный монарх шокировал присутствующих объемным бокалом русской водки. Я поднимаю вот этот огромный бокал русской водки за наше здоровье, за русского человека и белоруса, который выстоял, пройдя через все лихолетия. А уже спустя два года, 8 декабря 1999-го, Лукашенко подписывает с Ельциным второй договор о создании союзного государства. Накануне этого события бывшему директору совхоза казалось, что ключ от Кремля вот он уже в кармане, а на Лысину можно спокойно примерять шапку Мономаха. Однако убийственным для стремлений Лукашенко сюрпризом стала неожиданная отставка Бориса Ельцина, о которой он объявил прямо в новогоднем обращении к народу. Я укажу. Своим преемником уходящий президент назначил амбициозного выходца из советского КГБ Владимира Путина, у которого отношения с Лукашенко сразу не сложились. И нужно понять, чего мы хотим, чего хотят наши партнеры. Котлеты отдельно, мухи отдельно должны быть. А сам Лукашенко в многочисленных интервью начал заявлять, что не очень-то и хотелось, а белорусского клочка земли ему более чем достаточно. Так и хочется сказать словами президента России, не надо путать мухи и котлеты. Но случались и оговорки, что называется по Фрейду, прямиком из-под сознания. Вы знаете, я как первый президент России, не знаю, как вы, ученые, я на это пойти не могу. Словом, с планами усатого узурпатора на российский трон случилась фиаско эпических масштабов. А возможно, и с катастрофическими для страны последствиями, которые мы начали ощущать лишь теперь. В Москве недавно решили сдуть пыль со старого союзного договора и начали активно напоминать, что все в нем прописанное пора бы и исполнить. Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства союзного государства, включая создание единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда, счетной палаты. Единый парламент, единая валюта, единая пограничная служба и, что для Лукашенко самое страшное, единый президент. В этой роли в Кремле видят совсем не его. К слову, пока усатый клоун гастролировал по российским регионам, как по-своему. У самих россиян их же власти отбирали миллиарды долларов на гонорары этому самому клоуну. Не всегда живыми деньгами, гораздо чаще огромной скидкой на энергоносители. Придуманная Лукашенко госпрограмма «Нефть в обмен на поцелуи» работала безотказно. Производимые из нее на нефтеперерабатывающих заводах солярку и бензин он продавал в страны Европейского Союза уже по серьезной мировой цене. А сверхприбыли позволяли жировать главным образом самому Лукашенко. Именно в этот сытный период у молодого диктатора начинают появляться новые резиденции в разных частях страны. Позже их количество дойдет до 18. При этом о людях Лукашенко, если и думал, то только в самую последнюю очередь. Как пенсионеры сейчас живут, расскажите? Плохо. С питанием как? Ну так. Не спрашивайте. Просто сволочь по власти и все. Вот сейчас зашел в Европ, бабка, две бульбинки взвесили. Дорого, деточка. Дайте мне одну. Ну я к бабке этой жить. Мне аж обидно. Десятки дорогих автомобилей, включая раритетные два самолета Боинг и несколько вертолетов. А уже таких мелочах, как часы за 17 тысяч долларов и говорить не стоит. Но все, подарки. Мне подарили эту машину на день рождения и ее отдал государству. У меня есть электрическая машина, знаешь, ты, наверное, Тесла, я иногда ее тестирую. Маск подарил. Правда, сам Маск сказал, что не дарил. Та же история, видимо, и с другими подарками. Но гораздо больше Лукашенко тратил на свои прихоти, главной из которых стал хоккей. 15-2 в пользу Лукашенко. У нас в поддомки в хоккей не играют. Изначально был озвучен план по обеспечению хоккейной ареной каждого райцентра. Но, слава богу, деньги закончились уже на 38-м дворце. Некоторые, как в Жлобине, строить начали, но так и не закончили. А те, что достроили, пустуют. Людям не за что заниматься спортом. 100-процентная окупаемость, ну вы же понимаете, что это в принципе нереально в какие-то перешние времена. Появились тогда в Белоруссии и первые придворные бизнесмены. Их состояния были сколочены в основном на торговле российской нефтью и нефтепродуктами. С этого начинали Юрий Чиш и Алексей Алексин, который сейчас заполняет всю спортивную сверхдержаву своими табакерками, табачными магазинами возле школ, детских садов, больниц и санаториев. Неплохо получалось зарабатывать и на распродаже советских военных складов. Оружие, которым Лукашенко подпустил главу Белтехэкспорта Владимира Певтеева, Александру Шакутину с барского плеча позволили приватизировать Амкадор, а Александру Машенскому создать в Бресте рыбную империю Санта-Бремор. Финансовый успех этих людей оказался чреват полным контролем и миллионными поборами на прихоти диктатора в виде якобы добровольных пожертвований на различные проекты. Правда, с Чижа уже больше ничего с Шакутина не возьмешь, потому что мы им федерацию всучили. В Чиж построил вот этот дом огромный, но мы его заставили построить два хоккейных катка на Держинского для студентов. Сдал уже. Поэтому я даже не знаю, как его там напрягать. Но два стадиона построил. Динамо содержит команду и борьбу ему подвесили. А любого из бизнесменов в любой момент могут сделать обычным заключенным, как это и случилось с Юрием Чижом. Он находится в СИЗО. Почти незаметно в 2004-м прошел очередной референдум. На этот раз о наделении Лукашенко, уже почти отработавшего два президентских срока подряд, правом избираться пожизненно. Немного о себе. Общая мозговая и физическая недостаточность, раздвоение личности, постоянный бред. Избираюсь 17-й раз подряд пожизненно. Это было очередным грубым нарушением закона в Беларуси. На республиканский референдум, исходя из избирательного кодекса, не могут выноситься вопросы, связанные с избранием и освобождением президента Республики Беларусь. А первые выборы Лукашенко, уже по новым правилам, состоялись 19 марта 2006-го. На них ему был нарисован результат почти 83%. Разделяй и влажни. Возмущенные белорусы после объявления итогов собрались на Октябрьской площади Минска, где установили палатки и стали требовать повторных выборов. Молодой человек на крыше автобуса, это, похоже, самый серьезный инцидент, который произошел во время нашей демократии. Вскоре Лукашенко разогнал мирных протестующих. Были задержаны, но, извините, они сами попросили нас об этом. А один из двух альтернативных кандидатов в президенты, бывший ректор БГУ, Александр Козулин. Где деньги? Александр? В итоге был задержан и приговорен к пяти с половиной годам тюрьмы. Очередной срок Лукашенко прошел так же, как предыдущее. С американскими и европейскими санкциями, периодическими протестами и стабильной, но относительно терпимой стагнацией экономики. Пока не наступил суровый 2010-й, год, когда кресло под диктатором зашаталось. Уже по-настоящему. Попытка испуганного Лукашенко снова качнуть внешнеполитический маятник от опозленной неоплаченным в очередной раз газом России в сторону Запада сыграла с ним в злую шутку. Европейские политики пообещали диктатору доступ к спасительным кредитам только при условии демократичных выборов. Надеемся, что эти выборы будут лучше, чем предыдущие. Намного лучше. Войбе. Потому что вы этого хотите. И у Лукашенко не было другого выхода, кроме как создать для Запада ту самую видимость демократии. Кандидаты спокойно выступали на телевидении, призывая людей на площадь. 19 декабря день большой уборки. 19.00 20.00 Приходите на площадь. Я тоже говорю, не бойтесь. 19 декабря в 20.00 Не на кухне, а на площадь. Подогревала политическую обстановку в декабре 2010-го и уличная агитация. Листовки, митинги, пикеты. Ну уже столько было демократии, в кавычках, что просто тошнило. Лукашенко скрипел зубами, но терпел, ведь обещал Западу никого не трогать. Они все делают для того, чтобы я проиграл эти выборы. Тогда он и сам не верил, что кто-то выйдет протестовать. Не переживайте, никого сегодня на площади не будет. А уже ближе к вечеру 19 декабря по данным экзитполов кандидат Лукашенко набирал лишь около 40% голосов. Он должен был выходить во второй тур вместе с Андреем Санниковым, который набирал больше, чем все остальные альтернативные кандидаты. Но Лукашенко не дождался даже официального закрытия участков. В 19.30 шедшую на Октябрьскую площадь колонну кандидатов президента Владимира Никляева милиция остановила почти на выходе из офиса его партии. Политика жестоко избили, после чего увезли в больницу. А уже из нее в тюрьму. В это время на Октябрьской начинали собираться люди. Жизнь! Жизнь! 16 лет, это не дела. Жить в болоте надоело. Я боюсь за судьбу страны, за судьбу молодежи. Десятки, сотни, тысячи, десятки тысяч, а по некоторым данным более 50 тысяч человек за цивилизованную европейскую Беларусь без Лукашенко. Пора менять лысую резину. Кандидат в президенты Николай Саткевич озвучил неприятные для Лукашенко результаты экзит-полов. Уже есть информация, что Лукашенко отримал 37% голосов. А уже спустя пару минут огромная толпа двинулась в сторону Дома правительства и Центра избиркома требовать проведения второго тура выборов. Живее Беларусь уходи! Уходи! Эти кадры с полностью заполненным людьми главным проспектом Минска еще долго будут показывать независимые СМИ. Уходи! 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 Мы перабожим! Мы перабожим! перабожим! Государственное же акцентирует внимание на том, что произошло спустя час, когда на площади независимости раздался первый звон разбитого стекла Дома правительства. Это была провокация, на которую политики призывали протестующих не поддаваться. Позже появилась и запись переговоров милиции, которая многое объясняет. Дом уже на ступеньках, прямо в этом входе. Опять тюкла пить? Там уже нечего пить. Как вспоминает в своей книге Андрей Санников, именно в этот момент его и Статкевича от имени милиции позвали на переговоры в Дом правительства. Однако там их никто не ждал. В это время началась зачистка. Бьется с народом. Позорище! Позорище! Посмотрите, что делается. Целую армию подняли против народа. Народа! 37 уголовных дел. Выборы 19 декабря 2010-го стали в Беларуси первыми, итоги которых озвучивали не только в Центр-Избиркоме, но и в уголовных судах. Кандидат в президенты Андрей Санников 5 лет усиленного режима. Николай Статкевич 6 лет усиленного. Дмитрий Уз 5,5 усиленного. Владимир Никляев 2,5 года с отсрочкой исполнения на 2 года. Такое же наказание получил и Виталий Рымашевский. А сама Республика Беларусь была в итоге приговорена к очередным пяти годам под жесточайшим режимом Лукашенко и западными экономическими санкциями. Эти санкции оказались не единственным наказанием для диктатора. Уже весной 2011-го наступило тяжелейшее похмелье от предвыборной гулянки. Искусственно накрученные зарплаты населения и курс белорусского рубля резко упали, а в обменниках напрочь пропала иностранная валюта. Забеги за ней приходилось устраивать в час открытия и хватало только счастливчикам. Но в последний месяц, я смотрю, наш народец побежал в обменные пункты. Ну бегите. Стали пропадать и некоторые элементарные продукты в магазинах. Это так возмутило народ, что он уже всерьез был готов протестовать, даже несмотря на горький пример сидящих в тюрьме участников событий 19 декабря. Такая перспектива пугала диктатора едва ли не так же сильно, как недавняя площа. Как отвлечь внимание населения от разваливающейся экономики, если денег уже нет? Лукоженко искал любой выход из ситуации. Октябрьская взрыв по второму пути машине с 9-го передал. Взрыв? Да. Сейчас все, вся станция в дыму. 15 погибших и более 400 пострадавших. Общенациональный траур в стране. Откладывание на неопределенный срок рассмотрения вопроса введения очередного пакета европейских и американских санкций. Соболезнование от большинства мировых лидеров. И, конечно же, полная отмена всех возможных в ближайшее время акций протеста. Такие итоги Лукоженко более чем устраивали. А в том, кто настоящий организатор трагедии, он сам едва не проболтался, назвав экономические проблемы и взрыв в метро звеньями одной цепи. Я сразу понял, что это вот валюта, продовольствие там и так далее. И подумал, ну, наверное, воспользовались ситуацией, чтобы еще больше напрячь и дестабилизировать обстановку. Я должен был видеть своими глазами. Еще одна косвенная улика то, что обычно крайне трусливый Лукашенко, вопреки всем правилам безопасности, лично пришел на место теракта всего спустя час после случившегося. И не один, а со своим шестилетним внебрачным сыном Колей, туда, где еще лежат разорванные тела погибших. Многим это посещение Лукашенко напомнило проверку качества, проделанной по его же поручению работы. На мой взгляд, за взрывом в метро стоят белорусские власти и лично Лукашенко. В то время начальником тюрьмы американки был полковник Орлов. И вот после уже взрыва, через буквально несколько дней, он вызвал меня на допрос, а он такого изображал иногда из себя такого рубаху парня, и говорит, вот, мы тоже участвовали в расследовании это дело, и благодаря видео, которое находилось в метро, мы установили этих преступников, и они сейчас находятся в соседних камерах с вами. Вот, глядите, говорит, вот это исполнитель, ну, как потом оказалось, что это был Коновалов, и он обращал внимание, что он не один. Смотрите, вот его сопровождает один человек, вот его еще один человек сопровождает, вот третий человек сопровождает, вот они ведут между собой короткие диалоги. На видео, казалось бы, где снималось все, нет момента закладки вот этой бомбы под скамейку. О том, что виновных уже назначили, Лукашенко объявил по телевидению лично. Всего через два дня, 13 апреля. По официальной версии, Минское метро взорвали молодые токарь Коновалов и электрик Ковалев из областного города. Последний, как выяснилось, в ходе очень быстро проведенного суда, и вовсе узнал о теракте лишь за считанные часы до его совершения, а вся его помощь Коновалову заключалась в покупке газеты с объявлениями о сдаче квартир на сутки. Максимум, что ему можно было бы предъявить по закону это не донесение. Тем не менее, обоих приговорили к расстрелу и казнили через считанные недели после суда. Смертную казнь, расстрел без конфискации имущества. А все вещдоки по делу уничтожили, оставив народу лишь видео с хорошо заученными признаниями в дестабилизации обстановки в стране. Для дестабилизации обстановки республики в Зарочи. Но главным итогом случившегося стало то, что горькое послевкусие площади было перебито еще более горьким. Отсроченные терактом протесты все равно начались летом 2011-го. Минск всколыхнули молчаливые акции и протест автомобилистов Стоп Бензин. Тогда Лукашенко опять не на шутку перепугался. Я министр внутренних дел говорю, что такая акция и ты без погон. От перекрывавших проспекты автомобилистов ему удалось откупиться открученными назад ценами на топливо. Но это лишь усугубило экономическую ситуацию. И чтобы остановить катастрофу, Лукашенко пришлось идти на крайние меры. Он полностью продал России Белтрансгаз. И что я должен был? Молиться на эту ржавую трубу, которая в земле лежит. С того времени вся газотранспортная система Беларуси стала принадлежать Москве. Правда, разваливающиеся экономики это гениальное решение не очень помогло. Государственный долг так и продолжил расти. А сегодня сумма валового внешнего долга Беларуси составляет 40 миллиардов долларов. Выходит по 4 тысячи на каждого жителя. Но беларусы не скинутся. Ведь у них и без того 100 долларов зарплаты в колхозах. За наши зарплаты, которые здесь, прожить просто нереально. Повышение пенсионного возраста, разваленное образование и медицина. Ну нету перчаток. Ну что? Ну что? Что сказать? Ну если их нету? Чтобы попасть на приемную дотру, мне нужно пойти купить все за свои деньги перчатки. На данный момент получается, что да. Неудивительно, что население Беларуси продолжает сокращаться. Минус 750 тысяч человек от прихода Лукашенко к власти. При этом сохраняются рекордные места по пьянству, эмиграции, самоубийствам. Тут мы пятые в мире и третьи в Европе. Страна для жизни. И не без причины. Более 2,5 миллионов человек не могут позволить себе минимальный набор товаров и услуг. Стоп. Снято. Очень хорошо. Как сказано. Народу уже сил нет терпеть. У меня пенсия 100 долларов. Разрушено, уничтожено все, все предприятия. Вот. Образование уничтожено, медицина тоже. Люди доведены до нищеты. В деревнях нищета, пьянство процветает. Молодежи некуда деться. Ситуация лишь ухудшается, недовольство людей растет. А Лукашенко как будто этого не замечает. Продолжает брать новые кредиты и тратить их на свои прихоти. Ледовые дворцы, чемпионаты мира, европеады, хоккейные турниры имени себя, стадионы, новые резиденции, президентские спецклиники и суды, на которые уходят миллионы и миллиарды бюджетных денег. Если я буду воровать, воруйте и вы. Причем, живя и развлекаясь за счет белорусского народа, Лукашенко этот народ продолжает искренне ненавидеть. В Египет захотелось. Чего вы ко мне обращаетесь за валютой, чтобы поехать в Египет? Это уже выше, выше криши, выше наглости. А в кризисные моменты ему и вовсе стыдно за свой народ. Но как мне было стыдно за белорусский народ, когда я приехал в Казахстан и мне все, а что там все происходит? Зато совершенно не стыдно травить людей свинцовыми отходами, как это планировалось сделать в Бресте. Помешали протесты. Как так не любить народ. Или выбросами вредных веществ, как вонючий китайский завод беленой целлюлозы в Светлогорске. Вонять начало, домой прятаться надо, потому что дышать хочется нормально. Как Омск-Карбон в Могилеве, Новополоцкий полимир, гомель-обои и в Гомеле. Ё-моё! Ужас какой! А вот так коптит жлобинский БМЗ. И это синяок, а легкие Европы. Радует только, что хоть где-то там не лучше. Я проехал весь мир. Я видел Европу. Всё сжато. Всё задымлено. Всё грязно. Люди трутся один от другого. Толкают. Тяжело жить людям там. И вообще, кругом война, а у нас мир. Поэтому и главное достижение за 25 лет царствования – победа в Великой Отечественной. Лишь бы не было войны. Войны нет, а значит, можно тратить сколько хочешь денег на убыточную деревообработку или идеи фикс вроде цементных заводов, после постройки которых внезапно выясняется, что цемента девать некуда, а у соседей он и вовсе дешевле. И приходится тратить ещё больше, чтобы инициатор гениальных проектов не выглядел полным идиотом. Построили МКАД-2 и новую взлётную полосу в Минском аэропорту. Беспрецедентный проект. Что дальше пока не придумали. Но идеальным вариантом многим видится закатать в бетон самого гения. Это не знакомая работа. А самым дорогостоящим и опасным стало затеянное Лукашенко строительство Белорусской АЭС. Помимо того, что она стоит более 10 миллиардов кредитных долларов, сам проект станции ещё ни разу и нигде не был опробован на практике. На объекте постоянно происходят различные ЧП и несчастные случаи. А несколько строителей в разное время даже погибли. Первый корпус реактора уронили, второй задел железнодорожный столб. И всё ради чего? Разумеется, как это обычно принято у Лукашенко думать, куда девать электроэнергию с новой АЭС, стали лишь тогда, когда саму станцию почти достроили. Работают сотни учёных, тысячи специалистов в системе Минэнерго, Минстроэхитектуры, а мне до сих пор внятно никто не доложил, как станция будет встроена в экономику страны. А в соседней Литве уже предусмотрительно закупили таблетки йода на сумму 900 тысяч долларов на случай, если белорусская АЭС рванёт, как чернобыльская. Впрочем, радиации Лукашенко давно не боится. Такая радиация, как мужики здесь говорят, если хочешь быть настоящим мужиком, то надо поехать в радиоактивную зону. А потому многие загрязнённые от взрыва начались земли сегодня уже официально эксплуатируются белорусским государством. А лучшие земли, озёра, леса распродаются, ну как, арендуются на 100 лет арабскими шейхами. Линию прорезали, у народа вообще ничего не поинтересовались, как бы, за, против. То, что спросил. Вот, пожалуйста, закрыли, и всё. По закону Конституции я последним ставлю подпись при продаже лакомых кусков Белоруссии. Сегодня Лукашенко мячется из угла в угол, тщетно пытаясь найти средства для пропитания то в дружбе с Африкой, то побираясь перед Китаем и Индией, то с помощью лицемерного сотрудничества с Европой и Америкой. Мы же американцев не просили, они нам добро никогда не сделают. А страна так и продолжает стоять на месте. Сражать открыто в Беларуси не принято. Если надо добровольно-принудительно скинуться на субботник или бесплатное образование, лучше скинуться. Контракт же не продлят. Или общежитие не дадут. Но с каждым годом желание жить свободно, ездить на выходные в другую страну, получать достойные зарплаты и пенсии, выбирать власть и быть уверенным в завтрашнем дне всё сильнее начинает сражаться с внутренним рабом в зоне комфорта. Люди больше не хотят зваться Скотом. Кто холодный, кто моё? Беларуси президентом! Мизерные пенсии тоже прожить невозможно. Здесь не устроится кастинг на работу уборщицы. Уборщицы на мясокомбинат надо пройти кастинг. Польша была хуже, чем мы. Теперь Польша процветает, а мы, извините, в дерьме. По самые уже, даже не лучше, а ещё и выше. За все выборы я ни разу его не выбрал. Он не мой президент. Я заработал не для того, чтобы содержать армию чиновников. Я заработал не для того, чтобы содержать армию чиновников. Уходи! 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 Я уже в второй раз не ходила голосовать, и всюду выступаю против этого лысого бандита. Ухаженка, уходи! Ухаженка, уходи! Ухаженка, уходи! Уйдёт, выгонят его к чёртовой матери. Я не боюсь, я устала бояться. Вам понравилась собака? Она тоже против. Уже устарел миф о померковных и забитых белорусах. Пока другие страны и мечтать не могли о таком сопротивлении, белорусы сражались. Многотысячные акции в конце 80-х, изменившие ход истории для нашей страны. Шарнобыльский шлях, марши свободы, защита Куропад площадь 6-го и 10-го годов, молчаливые протесты, стоп-бензин, марши нетунеядцев, заставившие Лукашенко сдать назад. Протесты в Бресте, позволившие фактически остановить опасный завод. И сопротивление продолжается. А Лукашенко боится, видя свои реальные рейтинги и недовольство людей. Он понимает, его время уже на исходе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok